В Казахстане появится черный список отелей и турфирм, в которых нарушаются права казахстанских туристов. С введением моратория на проверки бизнеса казахстанцы стали чаще жаловаться на качество бензина. Потребители медицинских услуг Западно-Казахстанской области не знают о своих правах. Выявили в областном департаменте по защите прав потребителей. Общество сегодня раскололось на два лагеря. Одни светуют, что виноват сам потребитель, вторые отмечают. Бизнесмены с введением моратория на проверки перестали качественно работать с клиентом. До конца этого года существует мораторий. Артык Сейткалеева, президент общественного объединения по защите прав потребителей, АДАЛ. И многие предприниматели недобросовестные пользуются именно этим мораторием и совершают беспредел. Конечно, потребитель имеет право, несмотря на то, что существует мораторий, имеет полное право обратиться, например, в суд и признать действия данного предпринимателя неправомерными. Сыр с плесенью, просроченное вино, телефон без кнопочек. Нет, это не признаки хорошей жизни. Все это больше похоже на жизнь обманутую. Невнимательность казахстанцев стоит денег, причем большинству из нас не пойдет возвращать испорченный товар. Так же, как разбираться по поводу неправильных скидок или некорректно оказанных услуг. Граждане попросту не знают, как это правильно делать. По наблюдениям экспертов, правовая грамотность потребителей сегодня на очень низком уровне. Этим пользуются чересчур предприимчивые бизнесмены. Между тем, активная позиция граждан может существенно улучшить сферу услуг и товаров в стране. ЖКХ, рестораны, банки, аквапарки, генотеатры, такси, салоны красоты. Этот список можно продолжать и продолжать. Иными словами, места, где одни предприимчивые казахстанцы навариваются на безграмотности других, множество. Например, заправки. В бывшем Министерстве индустрии и новых технологий Казахстана подсчитали, что в пяти областях продавали некачественный бензин. Профильное ведомство за пять месяцев 2014 года провело 31 проверку автозаправочных станций по всей республике. В 20 случаях установлены нарушения, выявлен некачественный бензин. Общая сумма штрафов для предпринимателей составила почти 2,5 миллиона тенге. Как минимум четыре раза в год в межсезонье наступает период скидок. Продавцы избавляются от ненужных товаров почти за даром. Вариантов много. Скидки на старую коллекцию, скидки при покупке второй, третьей вещи и так далее. При этом подробности продавцы в магазинах умалчивают. А не для разборчивого потребителя купить вещь на сейле – благое дело. Если магазин указывает в целом скидку в 50 процентов... Нурлан Кужембердиев – юрист. Он не указывает на какую группу товаров. Однако, вот и проектом, вернее, уже подписанным прецедентом новым административным кодексом, кодексом о защите, административных правонарушениях, предусмотрена статья за ложную рекламу. Если судом будет расценена данная ситуация как ложная реклама, то, соответственно, администрация магазина может понести наказание. Однако и здесь осечка – банальная лень и уже надоевшее словосочетание потребительская неграмотность. В общественных организациях отмечают – дело редко доходит до письменных жалоб. Эти действия потребитель же не совершает. Почему? Потому что это настолько, как правильно сказать, трудоемкий процесс в нашей стране. Словами сказать – это легко. А если этим вопросом заниматься, это столько нужно потратить времени, столько головных болей. И поэтому этим и пользуются наши предприниматели. Алло. Здравствуйте. Скажите, я могу сегодня столик заказать на вечер? Депозит? Ага, спасибо. Знакомая ситуация. И планы на вечер изменились. Такой вот способ заработать называется навязыванием правил. И он тоже незаконен. Однако бороться в этом случае с нарушением своих прав куда сложнее из-за отсутствия доказательств. Некоторые казахстанцы в социальных сетях начали составлять личные рейтинги ресторанов и кафе, оценивать качество обслуживания и кухню. Вместе с тем эксперты советуют выбирать другие заведения, которые к своим клиентам относятся более дружелюбно и не ставят никаких преград. Вообще в законе о защите прав потребителей есть свободный выбор товара. Поэтому, конечно, действия работников ресторанного бизнеса – это неправомерные. Поэтому потребитель, когда обращается, приходит, он имеет полное право отказаться. Потому что они не имеют права навязывать свои какие-то условия. Потому что существуют общие правила, общие условия, которые они обязаны соблюдать. Но, к сожалению, у нас бизнесмены есть, которые диктуют свои правила. В некоторых случаях не заплатить свои деньги нерадивым предпринимателям не получается, потому что встречаются неповторимые заведения. Например, парки, зоны отдыха или аквапарки. Администрации подобных мест, помимо билета на посещение, принуждают покупать пищу на территории заведения. В данном случае, запрещая проносить свои продукты питания на территорию, тем самым администрация аквапарка принуждает осуществить принудительный ассортимент товаров купить. Что как раз-таки попадает под действие закона о конкуренции и запрещено. Поэтому, на мой взгляд, запрет на пронос собственных продуктов на территорию аквапарка – это однозначно принудительная, узкая ассортиментная товарная политика. Одна из эффективных моделей по защите прав потребителей выстроена в Швеции с конца 20 века. Отстаивает права клиентов там омбудсман. При этом у него в подчинении целое государственное управление по делам потребителей. В это учреждение ежегодно поступает порядка 4 тысяч жалоб. Лишь около 20 передаются на слушание в коммерческий суд. Это свидетельствует о том, что практически все юридические конфликты решаются на основе переговоров. Результаты которых удовлетворяют и бизнесменов, и потребителей. А вот Константину Авершину некогда придумывать различные уловки и ухищрения для своих клиентов. Ресторатор позиционирует свое детище как место, предназначенное в первую очередь для комфорта потребителей. Тем не менее, избежать придирок и ему не удается. К людям я отношусь как к клиентам, я отношусь к ним как к гостям. Константин Авершин, ресторатор. И люди, которые приходят ко мне сюда, допустим, в мои заведения, если как-то что-то им не понравилось, они, допустим, жалуются мне напрямую. То есть даже не жалуются, а в форме дружеского совета. Реагируют незамедлительно. Много таких вот. Человек приезжает с позитивным настроем, ему ничего не страшно. С милыми шалашерами. А есть те, которые специально объезжают какие-то пафосные пятизвездочные отели, фотографируют ржавчину под раковиной, специально не поленятся, залезут. То есть они ищут то, что они хотят найти. И они это в итоге находят. Однако негативных отзывов в сети на заведение Константина практически нет. Предприниматель отмечает, за одним недовольным клиентом не придут миллионы. В принципе, секрета особого нет. Надо стараться выдерживать хорошие и высокие качества продукции выпускаемой. Это везде так. Клиентоориентированность, если выдерживать в определенном каком-то ракурсе, то в принципе определенная категория людей, она в любом случае к вам придет. Потому что людям нравится, когда им идут на встречу. В Казахстане есть опыт грамотной защиты прав потребителей. В прошлом году кинотеатры обязали не препятствовать клиентам приносить свои продукты. Помимо этого, нарушением закона сегодня является наличие депозитов в ресторанах и кафе. Их также отменили в минувшем году. Вместе с тем, специалисты отмечают, хорошим рычагом давления на нерадивых предпринимателей могли бы стать денежные штрафы. Однако сегодняшний размер взыскания за правонарушения не пугает бизнесменов. Мизерные штрафы могут быть причиной совершения правонарушения, согласно статье 159 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. За обман потребителей физические лица могут получить штраф в размере трех МРП. Должностные лица или индивидуальные предприниматели заплатят до 10 МРП. Вместе с тем, эксперты отмечают, с введением нового Кодекса об административных правонарушениях, штрафы для предприимчивых казахстанцев увеличатся в 10 раз. Законодатель со своей стороны шаги делает навстречу потребителям. Это свидетельство тому и последний закон о защите прав потребителей, а также и внесение увеличения размеров штрафов в Кодекс об административных правонарушениях. Однако все это только запретительными мерами ситуацию никак не изменить, потому что правосознание самих владельцев заведений, магазинов, ресторанов, кафе и прочее, оно должно само вырасти до того, что потребитель – это их клиент, это человек, который формирует их бизнес. Если ваши права ущемляют, пишите «жалобы», призывают в общественных организациях. Только массовое сообщение от клиентов приучит предпринимателей ценить свои деньги. Интересный факт. В последнее время казахстанцы стали чаще жаловаться на мебель, обувь и сотовые телефоны, завезенные нелегально в страну. Сейчас инициируется новый закон о защите прав потребителей. У нас сейчас есть департамент по защите прав потребителей. Когда закончатся моратории, именно департамент будет наделен правом подавать исковые заявления от неопределенного круга лиц. И поэтому потребители, конечно, будут писать, я надеюсь, что они будут обращаться именно в эти органы. В каждом городе, в каждом районе есть такая организация. Спасение потребителей – дело рук самих потребителей. Иными словами, насильно заставить казахстанцев отстаивать свои права не получится. И поэтому эксперты считают, что учить правовой грамотности нужно подрастающее поколение, которое сможет умело применять свои потребительские знания на практике.